В микрорайоне Шилова скоро появится новый храм. Идея принадлежит местным жителям. Закладной камень будущей церкви, которую назовут в честь иконы Божьей Матери Троиручица, осветил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Молебен на строительство, освещение закладного камня и благословение рабочих. В Шилово приехал митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Здесь, в новом квартале Ласточкино, на участке общей площадью свыше 2000 квадратных метров, скоро появится двухэтажный храм. Впрочем, работы здесь вовсю идут уже сейчас. Не может созидаться общество без нравственной основы, без духовной силы. Мы с вами живем на Святой Руси. Для нас традиционно это исповедание православной веры. Народ жаждет истины, жаждет Христа, жаждет быть таким же великим, каким он был все это тысячелетие. И строительство храма – это самое замечательное и прекрасное дело на земле. После завершения богослужения Владыка Сергий лично поблагодарил всех участников строительного процесса, а также передал инициатору возведения храма, сенатору Сергею Лукину, икону Пресвятой Богородицы Троиручица. Миллионы верующих молятся ей об исцелении. Именно в честь этого образа и будет названа новая церковь. У нас в Воронеже еще нет храма, посвященного в честь икону Божьей Матери Троиручица, но икона очень почитаема среди народа. И дай Бог, чтобы это место стало местом святым, притяжением людей. И каждый человек, который приходил бы на это святое место, он получал бы утешение, он получал бы Божью помощь и благословение Пресвятой Богородицы. Идея строительства тут храма принадлежит жителям Шилова. С просьбой поспособствовать возведению церкви они обратились к сенатору Сергею Лукину. Вскоре епархия разработала проект, воплощать жизнь которой будет одна из самых крупных строительных компаний столицы Черноземья, уже имеющая подобный опыт. Нам необходимо обустраивать жизнь так, чтобы не только коммерческие направления, но и духовная жизнь была у каждого в душе. Самое главное, что здесь будет предусмотрена церковно-приходская школа. Это для деток, которые сегодня пожелают и родители, и детки заниматься, посвящаться себя в духовном плане. Мы ждем с нетерпением этого открытия. Мы живем рядом, развивающийся район, очень много людей. Есть другие храмы, вот через дорогу, там на улице Курчатова есть храм, мы туда ходим, но далековато немножко. С детьми, я с внуками часто их причащаю, хотелось бы, чтобы это было рядышком. Кстати, при создании проекта архитекторы учитывали не только духовные потребности жителей Шилова, но и ландшафтные особенности участка. Это нужно для того, чтобы сделать будущий храм настоящим сердцем микрорайона. И несмотря на то, что окончание строительства запланировано на 2025 год, нижний этаж будет открыт для верующих уже через 9 месяцев. Продолжение следует...